Добрый день! 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 градуса, значит, разместили, к сожалению, здесь не очень хорошо видно, но поверьте мне, так сказать, разместили его на штате и тоже разместили видеокамеру, значит, а изображение выводится на экран монитора. Как это работает, видно из следующего слайда. Значит, на данной схеме вы видите, вот у нас стоит пирометр и стоит телекамера. Значит, телекамера отслеживает контролируемый объект целиком или в любом выбранном вами масштабе его отдельный участок и изображение выводится на экран монитора, так сказать, компьютера в черно-белом виде. А пирометр измеряет, по которой, по произвольной траектории, которая вас интересует, значит, измеряет температуру в том участке, куда вы его направляете и этот участок, как вы знаете, пирометр имеет лазерный целеуказатель, на этот участок записывается измеренная температура в цвете, который присвоен вами данной, так сказать, данной температуре. Притом, значит, обращаю ваше внимание на то, что лазерные целеуказатели, они, в общем-то, для измерительных целей не очень хороши. Достаточно ему попасть щель между объектами, так сказать, или еще куда-то, вы его просто можете не увидеть. Поэтому нами поставлено в конструкцию датчики угла поворота по иксу и по иксу, и, так сказать, вне зависимости от лазерного целеуказателя, четко отслеживается место, куда записывается получаемая информация. Ой, извиняюсь. Значит, получаемая информация. И вот здесь, во время, так сказать, проэкспериментов, может быть, так сказать, не очень строго в академическом плане фотографии, но, во всяком случае, четко видно. Значит, имеется видеокамера. Мы взяли, мы проэкспериментировали много всяких дешевых видеокамер, которые мы покупали, корейские и так далее. Честно говоря, они для таких целей не очень подходят. Мы взяли видеокамеру разработки нашей петербургской фирмы ЭВС с достаточно хорошими характеристиками. Так вот, значит, видеокамера выводит на экран монитора изображение контролируемого объекта. А с помощью пирометра тот участок объекта, который вас интересует, вы на него находите пирометр, и вот здесь вы видите распределение температуры. Значит, что интересно, вот график изменения температуры при перемещении пирометра. И вы сами можете выбрать всю гамму цветов, которые вы покрашиваете. Например, всего лишь один градус. Значит, на один градус меняется температура, и у вас меняется цвет. Можете изменять на 0,02 градуса. Все зависит от вашего желания, потому что к прибору имеется, значит, вот такая программное обеспечение, имеется, так сказать, как это назвать, так сказать, возможность задавать переход градации температуры. Ну и естественно, для удобства температура также идет по цветам радуги. Значит, и вот на экране монитора вы видите одновременно изменение температуры непосредственно в графике и на объекте контроля. Чем хорошо это по сравнению с тепловизором? Дело все в том, что очень часто, например, с помощью тепловизора вы получаете тепловизорное изображение всего изделия. Но вас это интересует место стейков, швы или еще какие-то места. А, так сказать, остальная информация не интересует. А здесь вы имеете возможность проверять именно то, что вас интересует. Размер квадратика может быть любой, заполняемый цветом. Тоже по табло, то есть по этому самому заставке вы заполняете хоть миллиметр, хоть сантиметр, любой. Все зависит от того. Берете чем меньше размер квадратика, тем дольше вы занимаетесь проведением измерений. И вот для конкретных заказчиков нами были проделаны, так сказать, разработана специальная такая заставочка, где уже на русском языке, так сказать, вы можете заполнять все эти координаты, которые вас интересуют. Значит, я отдельно еще хочу показать. К сожалению, у меня хорошо видно, у вас не очень, но вы поверите. Значит, что вот система координации, определение координат поворота по оси X и по оси Y пирометра, она смонтирована непосредственно на штативе. Какие преимущества данной системы? Значит, чувствительность данного прибора не ниже, чем у тепловизора. Ну, у тепловизора много пирометров тоже, поэтому можно выбрать еще больше. Вот стоимость где-то идет, как я уже сказал, но в данном случае у нас где-то идет в раз 20 меньше, чем стоимость тепловизора. Масса всего комплекса, я имею в виду компьютер, этот самый пирометр, штатив, лиры, вот эти приборы для определения координат пилета, сами понимаете, основная масса – это масса компьютера. Ну и стоимость где-то укладывается в 20-30 тысяч рублей. Поэтому мы считаем, что такое оборудование, в общем-то, может иметь очень большое будущее. И поэтому я как раз, когда у меня была заявлена другая тема доклада, но когда я узнал, что здесь будет присутствовать много студентов, вот я как раз поменил темы доклада, потому что это поле деятельности именно для молодых, которые хорошо работают с программным обеспечением, с компьютером, потому что сюда, в принципе, можно приспособить, не только можно, а у нас сделаны приборы с самыми разнообразными датчиками. Вот, например, стеклопластиковая оболочка, на ней стоит датчик, значит, СВЧ-датчик, который позволяет определять распределение, изменение физико-механических характеристик стеклопластика. Значит, вот, к сожалению, в кадр не попало, идет штанга, на которой стоит видеокамера, которая отслеживает положение датчика на конструкции. И мы получаем, например, вот такое вот распределение, то есть физико-механических свойств по поверхности конструкции, что дает нам потом возможность определять наличие или отсутствие каких-то аномалий стеклопластиковых корпуса. Вот тоже другой корпус. Вот корпус, где обнаружена была вода, которая попала внутрь корпуса при гидравлических испытаниях. Все это позволяет проводить, так сказать, испытания непосредственно, то есть исследование непосредственно на месте испытаний и достаточно оперативно обрабатывать информацию. Я уже не говорю о том, что остается документ контроля. Вы можете испытать изделие еще раз и потом посмотреть, развивается у вас депект или не развивается. Значит, вот распределение толщины на углепластиковые оболочки. Здесь уже нами использовался стандартный толщиномер вместо датчика СВЧ. То есть, таким образом можно визуализировать информацию практически с любого дефектоскопического прибора. Ну и в заключение хочу сказать, что нами создан универсальный диагностический конкурс, позволяющий визуализировать информацию с различных приборов, не разрушающих контроля. Точно так же мы визуализировали информацию с приборов для измерения скорости ультразвука и так далее и тому подобное. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, я с удовольствием отвечу. У меня такой вопрос. То есть, получается, что можно взять, например, ну не томограф, а просто ультразвуковой культестер, в частности УК или там пульсар или еще что-то, да? И делать карту, которая делается вручную, обычно с каким-то шагом делать, я вот более подробно, автоматически. Да, я не показывал, у нас есть реализация со сканирующими устройствами, которые мы делали для проверки, как вот передо мной товарищ Вкуско выступал и сказал, что теперь можно говорить, чем они занимаются. Мы тоже занимаемся контролем торпедного оружия и контролируем вот эти корпуса, это корпуса, так сказать, подводного оружия, сделанного из стеклопластика. Поэтому сканирующие устройства, пожалуйста, у вас вся картина выкладывается на поверхность изделия. Притом, чем хорошо? Картина привязана к реальному изделию. Если в томографе мы имеем объект отдельно, а картинку отдельно, и их еще надо совместить, то здесь у нас картинка наложена непосредственно на фотографии объекта контроля. Притом, изменение масштаба, вы сами понимаете, с помощью транслокатора, телевизионной камеры, оно, так сказать, производится мгновенно. То есть здесь не надо задавать, так сказать, другие вещи. Я упустил из виду, ну просто из-за того, чтобы не размазывать доклад, что, естественно, конечно, есть система, которая четко привязывает координаты лазерного целеуказателя к изображению, которое получается на картинке. Это и есть, это все программно решено. Здесь очень много интересных задач решены программно, вот, и поэтому исследователю не надо, так сказать, ничего думать. Просто вывели фотографию и закрашиваете, как ребенок, закрашиваете то место, которое вас интересует. Притом, естественно, понятно, что если у вас хватит один и тот же участок, то у вас, если информация подтверждается, значит, она перезаписывается, если почему-то она изменила, значит, записывается другой теле. Спасибо большое. Вопросы есть какие-то еще? Тогда благодарю вашим докладчикам. Поехали.